Начнем выпуск с чрезвычайного происшествия. В Карагандинской области во время проведения учебно-тренировочного полета упал военный самолет. Один человек погиб, еще один госпитализирован. Наши корреспонденты выехали на место события. Специальный репортаж Миром Гусла Кимбаева. Военный самолет МиГ-31 обрушился вчера около 11 часов вечера в районе поселка Просторной Карагандинской области. В результате погиб командир части полковник Едыгеев. Причину крушения выясняет межведомственная комиссия. Авиакатастрофа произошла во время проведения учебно-тренировочного полета. В результате крушения погиб 46-летний полковник уроженец Костанайской области Марат Едыгеев, который управлял самолетом. Штурман-заместитель командира воинской части Руслан Галимзянов был госпитализирован в больницу. У погибшего летчика осталась жена и трое детей. Младшему сыну полковника всего три года. Военной деятельностью он стал заниматься с 85-го года. Прекрасный. Прекрасный летчик, прекрасный командир, отец троих детей. Сыну три года младшему. Все близкие покойного знают его как профессионального летчика, прекрасного семьянина и верного друга. Случившиеся они до сих пор не могут поверить. Прекрасный отец, хороший муж и вообще он большой специалист. Только это могу сказать. Между тем находившийся рядом с погибшим полковником Руслан Галимзянов с различными травмами доставлен в больницу. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное. Состояние у него средней степени тяжести. Травмы не тяжелые, не опасные для жизни, так скажем. У него сотрясение, вывив в предплечье. Множественные ушибы всего тела и ссадины. Но помощь ему была оказана сразу при поступлении. На место, где обрушился военный самолет, пройти невозможно. Территорию оградили. Повсюду полицейские. Место крушения сейчас осматривает межведомственная комиссия. С самолетом МиГ-31 проводились учебно-тренировочные полеты и произошла катастрофа. На данный момент в числе погибших значится один пивот, это Марат Ядрегеев. Первым Гусалкимбаевым, Атолий Генрашид, Марат Культенов, Первый Карагандинский.